С нами на связи Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот такие настроения в рядах оккупантов. Как вы прокомментируете вот этот перехват, Александр? Ну что ж, проблематика снабжения материально-технического обеспечения передовых подразделений у российских оккупантов, оно уже становится повсеместным явлением. Об этом можно говорить не только, когда мы, например, обсуждаем южный плацдарм, в особенности правобережную часть Херсонщины, которая после нарушения связи через логистические артерии Антоновские мосты, автомобильная, железнодорожная, а также Новокаковский, по сути, ну, была утрачена эффективность как такового снабжения передовых подразделений. А речь идет уже и о даже таких позициях, как на Донбасском плацдарме, на Луганском направлении и так далее, и так далее. То есть мы сейчас напрямую имеем дело с тем, что логистика у российских оккупантов, она переходит, ну, в состояние такого внутреннего коллапса. Когда вне зависимости от того, где находится подразделение, будь то тыловое, будь то передовое, оно испытывает вот этот серьезный дефицит обеспечения практически на всех уровнях. Россия продолжает перебрасывать технику, личный состав на территории Беларуси, об этом сообщает Генштаб. Вот четыре дня назад туда прибыл эшелон с российской техникой. Российских военных заметили в населенных пунктах между городами Брест и Малорита. Это у границы с Волынской областью, кстати. Вот среди них, кстати, есть и кадыровцы. Как по-вашему, собирают такие ударную группировку? Нужно наблюдать, в первую очередь, за тем, какой процесс будет происходить в ближайшие недели. Дело в том, чтобы сформировать достаточно ударную группировку, недостаточно двух-трех дней, недели, даже двух недель. Это процесс, если мы говорим об ударной группировке, которая, например, направлена на Северный плацдарм Украины, то есть ее целью является оккупация каких-то территорий Украины на Северном плацдарме, возможно, даже оккупация каких-то крупных городов, то эта группировка должна составлять достаточно серьезный потенциал в личном составе, в технике, в обеспечении от 40, например, до 50 и даже более тысяч личного состава. Такого количества приблизительно даже пока мы не наблюдаем. Пока мы можем видеть где-то немногим больше 4 тысяч личного состава новоприбывших на территорию Беларуси. Причем среди этих чуть более 4 тысяч не только кадыровцы, а практически на 80% это представители частично мобилизованы. Поэтому не исключен вариант того, что их отправляют в Беларусь для тренировки на белорусских полигонах, для размещения в Беларуси. Кадыровцы будут заниматься контролем всего этого процесса, возможно, даже и принимать участие в обучении данного потенциала. А вот под саму эту переброску создают инфоповоды для того, чтобы создавать видимость угрозы для Украины и удержание у северных границ нашей страны достаточно серьезного ресурса вооруженных сил Украины, который бы мог понадобиться, например, на Херсонском, либо Луганском направлении. Вот удар по боевым кораблям, с которых в том числе запускают ракеты по Украине, это ведь законно, и с точки зрения международного и военного права, мы об этом уже говорили с экспертами, вот этот удар по военным целям, находящимся на оккупированной территории, ведь так, имеет ли Россия право заявлять про терроризм? Да нет, конечно же. Ну, во-первых, мне очень нравится сама позиция России, потому что она сразу же начала обвинять Украину, при этом не предоставляя абсолютно никаких доказательств. Официальных заявлений никакой силовой структуры Генерального штаба вооруженных сил Украины, например, относительно того, что за подобного рода акциями стоит именно Украина, не было сделано. А если вы объявляете Украину, предъявите доказательства, фактаж соответствующий, доказывающий действительно в эту мину. Ну, на самом деле, позиция России довольно-таки, скажем так, слабая. Более того, они называют террористический акт, это то, что Россия совершает ежедневно против Украины, нанося удары по гражданским объектам, гражданской инфраструктуре. Кстати, тот же самый адмирал Макаров, фрегат проекта 11-356, который был серьезно поврежден, он регулярно наносил крылатыми ракетами и калибр удары по гражданской инфраструктуре. То есть это был, по сути, сторожевой корабль террористического формата для террористических действий. И в данном случае именно это была контртеррористическая операция, назовем ее так. Россия почему-то в своих оправданиях вот этой ситуации, она очень часто использует такое слово, как судно. Судно подверглись атаке, судно подверглись каким-то ударам и так далее, и так далее. Но судно – это понятие гражданского объекта, гражданского надводного объекта. Это боевые корабли. А в свою очередь, да, были повреждены в первую очередь военные корабли. Как сторожевой корабль проекта 11-356, так и минный тральщик проекта 266М Иван Голубец. Были ли еще повреждены какие-то объекты? Ну, пока лично у меня достоверной информации нет. Были ли повреждены еще какие-то корабли? Я обладаю информацией относительно вот этих двух объектов. Не исключено, что были. Но поскольку Российская Федерация не заявляет, какие именно и что это были за объекты, можем сделать вывод, что да, не исключено, что это были еще какие-то военные корабли того или иного типа. Например, большой десантный корабль, либо какой-то малый ракетный корабль, либо катер. Сегодня подтвердилась информация о снятии из командования в Украине российского генерал-полковника Лапина. Он командовал группировкой российских войск «Центр». Об этом сообщило издание «Москов Таймс». Вот вся интрига в том, что именно Лапин был объектом нападок Кадырова, который называл генерала бездарью из-за потери Лимана. Ну, кстати, за его вклад в захвате Луганской области Путин присвоил Лапину звание Героя России. Что происходит в стане врага, по вашему мнению? Ну, на самом-то деле Кадыров – это, по сути, говорящая голова Путина. Ему не стоит придавать какие-то излишние регалии, возможности, авторитет. Это не более чем говорящая голова Путина, целиком и полностью подчиняющаяся Путину. И вот это недовольство Лапином – это в первую очередь ретрансляция недовольства действиями Министерства обороны Российской Федерации, которые исходят из Кремля. А недовольство в чем заключается? Ну да, Луганщину они захватили. А смогут ли удержать, например, как Северный плацдарм, или, например, как Харьковщину, или, например, как Правобережье Херсонщины, которое они уже постепенно теряют. А Луганщину они тоже потеряют, так или иначе. Поэтому вот Лапин – это своего рода тот главный виноватый, главный виновник в поражении, в череде поражений российских оккупационных войск, которые мы можем сейчас наблюдать. И он получил, по мнению самого же Кремля, сейчас по заслугам. А то, что Кадыров это ретранслировал, ну это лишь одно из тех обстоятельств, когда идет ретрансляция через говорящую голову. Ну вот на место снятого с должности генерала Лапина назначен генерал Мордвичев. Об этом сообщает пропагандистка одного из российских телеканалов. Ведь это тот самый генерал, по приказу которого оккупанты разрушали мирный Мариуполь и Азовсталь. А еще этот самый Мордвичев приятельствует, кстати, с Кадыровым. Вот чего нам ждать от этого назначения? Действительно ли вот люди Кадырова и Пригожина перехватывают у военных инициативу? Нет, это не совсем правильно. Не люди Пригожина и Кадырова, а как раз представители Министерства обороны Российской Федерации, находящиеся в орбите влияния ФСБ. Это лубянковские агенты, скажем так, в стане кирзачей. В среде российских силовых структур уже исторически просто сложилось так, что между собой постоянно соперничают две силовые структуры. Это Министерство обороны, кирзачи условно, и ФСБ, лубянка, ФСы. Это соперничество началось еще и во времена Советского Союза, но на тот момент это было в первую очередь состязание между КГБ и ГРУ. А сейчас оно перетрансформировалось несколько. И вот эти генералы, которые сейчас имеют непосредственно близкое отношение, например, к тому же самому Рамзану Кадырову, это не какой-то близкий друг или сватком и тому подобное. Ничего подобного. Это просто человек, который давным-давно находится в орбите влияния лубянки и просто занимает свой пост на Фрунзенской набережной с постепенным ростом по карьерной лестнице. То есть здесь нужно говорить не о том, что растет влияние Прибожина или Кадырова, которые тоже являются шестеренками и не более того, а то, что в стане главных врагов Лубянки на Фрунзенской набережной растет именно авторитет Лубянки. То есть такие, я по-моему, в армии их называли молчи-молчи, да, такие контрразведчики, которые находились в стане военной. Оказывается, у россиян, знаете, тяга к стиральным машинам на государственном уровне. Пока солдаты и армии грабят украинские дома, вот, вынося из них не только технику, но даже унитазы, Россия через своих сателлитов наращивает импорт стиралок, вот, но не для того, чтобы стать чище. По резонным предположениям издания «Блумберг», техника нужна для извлечения микрочипов, которых крайне не хватает для производства оружия. Вот по данным того же «Блумберга», за 8 месяцев года Армения импортировала изъезд больше стиральных машин, чем за последние два года. А импорт Казахстаном холодильников вырос втрое. Вот такой хитрый обход санкций может быть не только отслежен, но и остановлен? Я думаю, да. Все зависит от того, насколько будут решительны наши международные партнеры, которые защищают, опять-таки, наши интересы. Ведь от них, в первую очередь, зависит то, будут ли эти товары попадать в дальнейшем на территорию Российской Федерации. Поскольку то, что сейчас Россия пытается решить проблематику своего военно-промышленного комплекса, достаточно отсталого и деградировавшего за период даже санкционных ограничений с 2014 года, а особенно после 2022, поскольку это очень жесткий, по сути, формат санкций, она использует контрабандные элементы для возможности производить вооружение. Контрабандные элементы, то есть, опять-таки, даже та же самая, не просто микросхему, которую контрабандно перевозят, какая-то очень важная интегральная микросхема, какой-то узел для ракеты. А даже банально на уровне элемента стиральной машинки либо холодильников, они используют тоже элементы контрабанды. И с Казахстаном, с Арменией, ну, разумеется, там имеются еще и другие страны, Таджикистан также участвует в подобного рода схемах. Необходимо вести соответствующий диалог нашим международным партнерам, поскольку эти действия отслеживаются и можно предъявлять то, что данный товар действительно используется не в гражданских целях. Но если это знает Блумберг, то, соответственно, это должны знать. И знают, да, совершенно верно. Знают соответствующие спецслужбы наших международных партнеров. Следует этот вопрос решать более жестко и в максимально короткие сроки, потому что от каждой, извините, но от каждой этой стиральной машинки зависит, а сколько завтра погибнет граждан Украины от ракетного удара со стороны России. Вот в чем дело. Это, конечно, не звучало парадоксально, но факт остается факт. Тысяча долларов за выдачу тела погибшего на войне в Украине заключенного. Издание «Инсайдер» публиковало историю, которую рассказала гражданская жена убитого в Украине. По словам этой гражданки, ее муж, он гражданин Украины, который отбывал срок в Саратове. В последнем звонке домой он сказал, что 28 сентября его повезут на фронт. Цитирую. Сказали, что либо он в наручниках поедет, либо его прибьют здесь же на месте. В итоге 15 октября женщине сообщили, что ее муж расстрелян как дезертир. Но его тело она получит, если сама приедет его забирать и заплатит за это тысячу долларов. Как вам история? Ну что ж, это очень напоминает истории Первой Чеченской и Второй Чеченской войны, когда, скажем так, приходили сообщения о том, что те или иные военнослужащие федеральных войск оказывались в плену чеченских подразделений и у родителей требовались соответствующие выплаты. А позже выяснялось, что на самом-то деле эти военнослужащие оказывались в плену-то в самой Чечне, но на территории контролируемой федеральными войсками. А под замком их держали их же собственные офицеры, таким образом вымогая деньги у семей своих же, по сути, подчиненных. Ну, в общем, это кошмарные истории были того периода. Но это один из тех примеров, когда действительно на войне зарабатывают на всех уровнях самым бесчеловечным образом. Это моральный облик оккупантов. Один из его, скажем так, ликов отвратительных, но тем не менее, какой есть. Вот сейчас мы видим как раз фотографии, видели вот этого погибшего заключенного, за тело которого у его родственников требуют тысячи долларов. По информации ресурсов Флот-2017, со ссылкой на Главное управление разведки, в российских тюрьмах, кстати, вербуют заключенных больных ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом. Так сообщается, что больше сотни было завербовано в колонии номер 5 в Ленинградской области. В свою очередь, таким россиянам медики на поле боя не хотят оказывать помощь. А среди наемников растет недовольство. Ну, кто же захочет в строю иметь вот таких больных? Да, его ранение может заразить других людей. Кстати, таких солдат заставляют носить на руке браслета. Вот сейчас мы видели этот кадр. Красная означает ВИЧ, белый гепатит, СА, синий туберкулез. Вот я честно, я не знаю, какой вредитель придумал в их армии такую маркировку, но больной всеми тремя болезнями будет обязан носить на руке флаг России. Действительно, да. Получается Аквафреш. Ну, в этом есть определенный какой-то вот этот смысл сумрачного гения вот этих вот всех преступлений, которые совершаются российской стороной, поскольку, я так понимаю, что их философии, и я даже более чем уверен, что так оно и есть, обреченный человек, обреченный какой-либо болезнью, он, видимо, будет более отчаянно биться на поле боя, не дорожить своей жизнью. Но это, конечно же, очень, я бы так сказал, не то чтобы бесчеловечно и аморально, но по всей видимости, вот именно вот эти факторы через заключенных воздействия морально-психологического при рекрутинге, они имеют место быть на сегодняшний день в российской армии. То есть даже тот сам факт, вообще сам по себе факт, что производится наив людей из исправительных колоний, он уже о многом говорит, какой ресурс использует. А тот факт, что еще используют ресурс больного человека смертельными болезнями, это не только констатация того, насколько отчаянное положение у командования российских оккупационных войск, но и о том, насколько они, в принципе, относятся достаточно наплевательски к жизни не только данного, непосредственно мобилизируемого, мягко говоря, но и окружающих его людей. Ну и как они относятся к собственной символике, собственно говоря, исходя из этих цветов, этих болезней, которые должны они носить на поле боя? Да, безусловно. Флаг России обозначающий, что этому человеку вообще не стоит оказывать какую-либо медицинскую помощь, поскольку ты сам рискуешь в перспективе заразиться сразу полным букетом независимых болезней. Это прям, я не знаю, это показательно, маркер, такая лакусовая бумажка. Еще один вопрос хотели с вами обсудить. Яков Кумах, глава Бюро международной политики при президенте Польши, заявил, что страна выразила желание принять участие в программе nuclear sharing, то есть получить на свою территорию ядерное оружие. Причиной называют то, что вторжением в Украину Россия аннулировала пакт с НАТО от 1997 года. Расскажите, пожалуйста, что это за программа и как участие в ней Польши может изменить баланс сил в Европе? В действительности это размещение, по сути, базы размещения ядерного оружия, например, бомб с ядерной боевой частью, как, например, это может размещаться на территории Германии, о чем неоднократно уже говорилось в открытых источниках. И в перспективе, если Польша имеет такое намерение, но я не думаю, что это короткосрочной перспективы может быть действие, однако, тем не менее, в среднесрочной вполне возможно, поскольку Польша, ну, это очень удобная в данном случае для Соединенных Штатов площадка по размещению и определенного рода созданию условий баланса, поскольку из Польши есть не только наиближающий по воздушному пространству выход к границе с Российской Федерацией, но и мы прекрасно знаем, о чем идет речь, она граничит сама с частью анклава, с таким собой, как они называли его, Российской Федерацией, Калининградской областью. Поэтому, по сути, это будет достаточно многозначительно, если сразу несколько стран в Европе будут на своей территории размещать подобного рода объекты, подобного рода вооружения. И Российская Федерация, ну, скажем так, она очень любит угрожать ядерным оружием практически со всех площадок, но в этом свете событий ей следует уже быть более осторожной, поскольку, ну, это более чем прозрачный намек на то, что опять-таки напоминание не только у вас есть ядерное оружие, не нужно им так налево и направо всем угрожать, оно может быть размещено и действительно прямо у ваших границ, как вы постоянно это через свою пропаганду пытались вливать в уши своим потребителям информационного фастфуда, так вы сами же и напросились теми событиями, которые вы создаете на мировой карте. Александр, спасибо за вашу компетентную оценку ситуации, за ваш комментарий. Напомню, Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был в нашем эфире. Благодарю вас. Продолжение следует...